ЗАК ЭФРЕН Американский актер и продюсер – один из главных красавчиков Голливуда. Он получил известность благодаря фильмам Disney, стал звездой комедии для взрослых, а в последние годы делает тревел-шоу, привлекая внимание к экологическим проблемам. Обо всем этом мы расскажем в этом видео, которое сделали по просьбам наших подписчиков. Как живет Зак Эфрон и сколько он зарабатывает? Закари Дэвид Александр Эфрон родился 18 октября 1987 года в городе Сант-Луис-Абиспо, штат Калифорния. Его отец Дэвид Эфрон был инженером на электростанции, а мама Старла Баскет работала там же помощником по административным вопросам. У Зака есть еврейские корни, но он вырос в семье гностиков и не придерживается определенной религии. Вскоре после рождения второго ребенка Дилана, когда Заку было 6 лет, семья перебралась в другой калифорнийский город Оройо Гранде. Но еще раньше Закари начал проявлять артистический талант. Стоило ему услышать по радио какую-то песню, как он тут же ее воспроизводил. Кумиром и ориентиром в музыке и танцах для Зака был Майкл Джексон. Однажды, уже после выхода классного мюзикла, ему удалось поговорить со своим героем по телефону. Майкл до слез был растроган признаниями Эфрона о том, какую роль в его жизни сыграло творчество Джексона. Впрочем, они оба плакали, ведь молодой актер был в шоке, что король поп-музыки знает его и смотрел его фильмы. Когда Заку было 11 лет, отец предложил ему попробовать себя в школьных театральных постановках. В 2000-2001 годах мальчик посещал занятия школы исполнительских искусств, действующей при колледже Аллана Хэнкока, и участвовал в их театральных постановках. Еще он посещал уроки пения и играл в театре великой американской мелодрамы Ива де Вилля. Эфренд сыграл в таких спектаклях, как «Цыганки», «Маленький магазинчик ужасов», «Музыкант» и «Питер Пен». В школе он старался получать хорошие отметки и много читал. Как рассказывал Эфрон, он был в некотором роде классным клоуном. Если у него были хорошие отношения с учителем, то он постоянно рассказывал на уроках анекдоты и заставлял одноклассников смеяться. А однажды, еще в начальной школе, он сбрил себе брови за день до съемки для школьного альбома, чем очень напугал свою маму. В детстве Зак был влюблен в знаменитую модель Тайру Бэнкс. Она была единственной девушкой, чей плакат висел у него в комнате, наряду с американским скейтбордистом Тони Хоком и велосипедами. Его преподавательница актерского мастерства посоветовала лос-анджелесским агентам обратить внимание на талантливого мальчика, в результате чего Зак подписал контракт с агентством. С тех пор, как позже признавался Зак, жизнь его семьи стала сумасшедшей. На протяжении года вместе с мамой он по нескольку раз в месяц приезжал на кастинги и пробы. Наконец, в 2002 году ему предложили сняться в эпизоде сериала «Светлячок». Затем Эфрон появлялся в таких сериалах, как «Скорая помощь», «Защитник» и «Сиэсай Майами», а также в телефильме «Чудесный пробег», за который получил премию «Лучший молодой артист». В 2004 году Зак начал сниматься в сериале «Вечное лето». Сначала его роль была второстепенной, но во втором сезоне он стал появляться на экране намного чаще. Съемки на берегу океана открыли для парня сёрфинг, к которому он не на шутку пристрастился. Затем последовал фильм «Скакун дерби» и небольшая роль в сериале «Морская полиция. Спецотдел». Юный Зак Эфрон отличался миловидной внешностью, но у него была щель между передними зубами. Эту проблему он решил с помощью брекетов, а потом некоторое время носил виниры. В 2005 году молодой актер пошел на очередное прослушивание в «Диснеевский проект». Там кандидатам устроили своеобразный марафон. Нужно было петь и танцевать всю ночь без перерыва, а потом продолжить танцевать на улице. Это были пробы на фильм «Классный мюзикл», который Эфрон успешно прошел и был утвержден на главную роль Троя Болтона – школьной баскетбольной звезды. В реальной жизни Зак не занимался этим видом спорта из-за невысокого роста, но во время съемок тренировался по три часа в день. Параллельно на протяжении двух недель шли танцевальные репетиции с актерами, а сами съемки заняли 24 дня. В итоге премьерный показ на кабельном канале Диснея в январе 2006 года собрал у экранов около 8 миллионов человек, что сделало фильм самым успешным для компании за год. Зак Эфрон стал героем подростков, на Teen Choice Awards его признали прорывом года, а его имя по запросам в Google стал одним из самых популярных. Саундтреки тоже получили большую популярность, но певческие таланты Эфрона были оспорены, когда выяснилось, что его партии пел другой актер и певец Дрю Силли. Зак объяснял это тем, что песни были написаны еще до его утверждения на роль и предназначались для тенора, а он – баритон. Поэтому, когда весь актерский состав пригласили на вручение премии Billboard, ему было очень стыдно, ведь в саундтреке он спел буквально пару фраз. Партнершей Зака в классном мюзикле стала Ванесса Хаджинс, с которой он начал встречаться. Актер с теплотой вспоминает об их отношениях, говоря, что он очень любил Ванессу и у них все было по-настоящему. Их роман продлился пять лет, и после расставания Эфрону было сложно вступать в новые серьезные отношения, из-за шумихи вокруг него. С другой партнершей по диснеевскому мюзиклу Эшли Тисдейл Зак снялся в сериале «Все тип-топ» или «Жизнь Зака и Коди». Актеры дружат в жизни, поэтому их поцелуй в одной из сцен был максимально неловким. Во-первых, для Эшли это было словно целовать брата, а во-вторых, Зак привык сниматься на Warner Bros. и попытался поцеловать девушку по-взрослому, но на канале Дисней так целоваться нельзя. В 2006-м молодой человек окончил среднюю школу и был принят в университет Южной Калифорнии, но обучение из-за невероятно плотного графика ему пришлось отложить. Эфрон однажды признался, что больше всего жалеет о том, что ему так и не довелось поучиться в колледже. Следующими проектами Зака стали сериал «Грабеж», где он снялся в пилотной серии, «Телефильм «Если ты жил здесь, то сейчас ты дома» и озвучка персонажа в одной из серий диснеевского мультфильма «На замену». В 2007-м актер получил роль в еще одном мюзикле «Лак для волос», где ему довелось поработать со своим кумиром Джоном Траволтой. Зак с детства обожает мюзиклы, и началось все с бриолина, где блистал Траволта. Все музыкальные партии в «Лаке для волос» Зак исполнял сам и получил за работу 100 тысяч долларов. В том же году Дисней выпустил вторую часть своего успешного музыкального молодежного телефильма «Классный мюзикл «Каникулы». Альбом с песнями с телефильма дебютировал на верхушке чарта «Билборд», стал дважды «Платиновым» в первую же неделю релиза, а во всем мире разошелся пятью миллионами копий. На этот раз Зак пел самостоятельно, и звукозаписывающая компания известного продюсера Саймона Коуэлла даже предложила ему записать диск, но Эфрон отказался, заявив, что хочет сконцентрироваться на профессии актера. Через год вышла и третья часть – «Классный мюзикл 3» выпускной, которая также была показана в кинотеатрах и сполна окупилась в прокате. Зак Эфрон получил тогда гонорар в целых 3 миллиона долларов. Вскоре Эфрон вновь вернулся к баскетбольным тренировкам для фильма «Папе снова 17», который вышел весной 2009-го. По сюжету 37-летний отец двоих подростков чудесным образом молодеет и начинает ходить в школу вместе с собственными детьми. Добрый семейный фильм очень понравился зрителям и дал карьере Зако новый толчок. Но работа над картиной не прошла для актера просто – под конец съемок у него сильно заболел живот, и поначалу все думали, что это просто небольшое недомогание. Но спустя несколько дней ему поставили диагноз «аппендицит» и вовремя прооперировали. За роль в «Папе снова 17» Эфрон получил 1 миллион долларов и оказался в списке «Форбс» с годовым доходом в 10 миллионов, что почти в два раза больше предыдущего года. Затем актер в роли самого себя появился в сериале «Красавцы», озвучил несколько эпизодов мультсериала «Робоцып», а в конце года в широкий прокат вышла комедийная драма «Я и Орсен Уэллс». Этот фильм хоть и не окупился по кассовым сборам, получил множество положительных отзывов критиков и зрителей. В 2010-м Эфрону досталась главная роль в драме «Двойная жизнь» Чарли Санклауда. Это сентиментальное кино о молодом человеке, тяжело переживающем смерть младшего брата. Чтобы подготовиться к съемкам, Зак прошел трехнедельную подготовку по управлению парусником и так хорошо владел этим мастерством, что ему не потребовались дублеры. Кстати, актер стал причиной, по которой в картине снялись Рэй Лиотто и Ким Бэйсингер, дочерям которых очень нравился Зак. После озвучки мультфильма «Робоцып. Звездные войны. Эпизод 3» Эфрон принял участие в драме «Гуманитарные науки» и новогодней мелодраме «Старый Новый год». В 2011 году Зак был замечен в «Ночном клубе» вместе с актрисой Терезой Палмер. Интрижка была недолгой, и вскоре Эфрон начал встречаться с другой актрисой Лили Коллинз. Официально молодые люди не подтверждали, что между ними есть романтическая связь, но папарацци неоднократно фиксировали на камеру, как Лили и Зак держатся за руки. По информации в СМИ актеры встречались три месяца, потом в 2012 году снова сошлись, но ненадолго и смогли сохранить дружеские отношения. В марте 2012 англоговорящие зрители услышали голос Эфрона в мультфильме «Лоракс», в озвучке которого также принимала участие певица Тейлор Свифт. Многие приписывали звездам роман, но сами они это отрицали. Эта тема затрагивается и в песне, которую Зак и Тейлор спели на шоу Эллен де Дженерес. На том же шоу ребята рассказали, что Тейлор дала Эфрону его первый урок игры на гитаре, и у него неплохо получается. До этого Зак учился самостоятельно. В апреле актер появился на экране в мелодраме «Счастливчик» по мотивам одноименного романа Николаса Спаркса. Для роли морского пехотинца актер набрал 11 кг мышечной массы, тренируясь под присмотром инструктора и питаясь в основном куриным пюре. В мае на Каннском кинофестивале состоялась премьера фильма «Газетчик», где актер сыграл вместе с Мэтью МакКонахи, Джоном Кьюсаком и Николь Китман. По слухам, в то время актер около месяца встречался с моделью Александрой Сторм. Вскоре на Венецианском международном кинофестивале вышла драма «Любой ценой», в которой герой Зака мечтает быть гонщиком, что идет вразрез с желаниями его отца. А через год, в 2013-м, Эфрон сыграл в драме «Парк Лэнд», повествующей о событиях, произошедших после убийства Джона Кеннеди. Еще в начале 2013-го Зак обратился в клинику за лечением от алкогольной и наркотической зависимости. После нескольких курсов реабилитации он избавился от наркозависимости, а затем оборвал связи почти со всеми своими старыми приятелями. Актер признавался, что ему довольно трудно было вернуться к нормальному образу жизни, но, чтобы избавиться от зависимости, он записался в клуб анонимных алкоголиков, старался нагрузить себя физическими упражнениями, а также начал много читать. Реабилитация совпала с работой над новым фильмом, в котором Зак Эфрон выступил в качестве продюсера. Еще в 2010-м он вместе с братом основал собственную продюсерскую компанию «Ninja's Running Wild», но первым крупным релизом стала комедия «Этот неловкий момент» 2014 года. Фильм, в котором Эфрон сыграл одного из трех друзей-холостяков, имел умеренный коммерческий успех, несмотря на, в основном, отрицательные отзывы критиков. В том же году вышла комедия для взрослых «Соседи» «На тропе войны», где актер сыграл президента студенческого братства. Фильм имел большой коммерческий успех, а критики отметили, что Эфрон успешно избавился от своего образа симпатичного мальчика Диснея. На съемках сцены драки Зак сломал руку, но продолжил играть, что, по его словам, только ухудшило ситуацию. Актера прооперировали, поставив металлическую пластину, и уже через день он смог вернуться на площадку. Накануне выхода фильма в одной из «Желтых газет» появилась новость, что Зак Эфрон встречается со своим партнером по соседям Дэйвом Франко. Над ней посмеялся сначала брат Дэйва, Джеймс Франко, поздравив ребят, а потом и сами Зак и Дэйв решили развить шутку и начали публиковать совместные снимки, попутно размышляя о дате их будущей свадьбы. В действительности же актера связывали недолгие отношения с актрисой Мишель Родригез. Они провели совместный отдых на вилле в Сардинии, но вскоре расстались, по слухам, после крупной ссоры в одном из клубов Ибицы. В том же 2014 году Эфро начал встречаться с начинающей моделью Сэмми Миро. Зак тщательно скрывал их отношения от общественности, но через полтора года, вскоре после того, как официально представил Сэмми широкой публике как свою девушку, пара рассталась. В 2015 году в прокат вышла картина «128 ударов сердца в минуту», повествующая о диджее из провинциального городка, который мечтает о большой карьере. Готовясь к своей роли, Зак Эфрон обучался диджеингу и миксингу у шведского диджея Алессо. В январе 2016-го вместе с Робертом Де Ниро Зак снялся в комедии для взрослых «Дедушка легкого поведения» о сдержанном молодом человеке, который накануне свадьбы отправляется в веселительную поездку со своим дедом. Фильм получил в основном негативные отзывы критиков за грубый юмор, был номинирован на «Золотую малину» сразу в пяти категориях, но стал коммерчески успешным. Исполнители же главных ролей Зак и Роберт, по их собственным словам, на съемках повеселились от души. В том же году фильмографию актера пополнили комедии «Соседи на тропе войны 2» и «Свадебный угар», во время съемок которой на Гавайях актер плавал с акулами ради привлечения внимания к снижению популяции этих хищников. Это был не первый такой опыт для Зака, но в какой-то момент он увидел, что на него плыла четырехметровая тигровая акула. По словам Эфрона, он задержал дыхание, скрестил руки и смотрел ей прямо в глаза, давая понять, что он не добыча, а когда хищник проплывал мимо, решил схватить его за плавник и таким образом добрался до своей лодки. А еще в том же году Зак поучаствовал в триатлоне. В 2017 актер появился в фильме «Горе-творец» и блеснул шикарным торсом в комедийном боевике «Спасатели Малибу». В конце года он снялся в биографическом мюзикле «Величайший шоумэ», где его партнершей стала Зендея. Экранный поцелуй с ней Зак позднее назвал своим самым любимым, а актриса подтвердила, что между ними действительно была химия на съемочной площадке. После этого многие издания начали тиражировать слухи об их романе, который они вскоре опровергли. Эфрону также приписывали романы с другой коллегой по величайшему шоумену Ребеккой Фергюсон, коллегой по «Спасателям Малибу» Александрой Даддарио, экс-солисткой Spice Girls Мелани Браун, актрисой Хелстон Сейдж и датской пловчихой Сарой Бро. Пока СМИ писали об очередной предполагаемой возлюбленный актера, сам он пытался пользоваться Тиндером, но его так никто и не выбрал, посчитав аккаунт фейковым. Одной из своих самых значимых ролей Зак Эфрон считает образ серийного маньяка Теда Банди в биографическом триллере «Красивый и плохой злой», вышедшем в январе 2019 года. Фильм критиковали за чрезмерную стерильность, ведь в нем не показаны сцены преступлений Банди, но одна из выживших жертв маньяка такой подход поддержала. В 2019 году во время поездки на горный курорт Эфрон порвал переднюю крестообразную связку левого колена, после чего перенес операцию. К слову, несколькими годами ранее парень сломал челюсть после падения в собственном доме. Пока актер восстанавливался после операции, на экраны вышла комедия «Пляжный бездельник», мультсериал «Открытие человечества», а также был запущен YouTube-канал, контент которого сосредоточен на фитнесе и различных активностях. Параллельно Эфрон озвучил персонажа в мультипликационном фильме «Скуби-Ду», который вышел на экраны в 2020 году. В процессе съемок нового приключенческого шоу «Убить Зака Эфрона» актер заболел брюшным тифом в Папуа-Новой Гвинее, после чего был госпитализирован в Австралию. В декабре 2019-го на официальной страничке «Звезды» в Инстаграме появился пост, где он выразил слова благодарности своим фанатам за поддержку. Результаты тех съемок зрители пока не увидели, но Зак продолжил исследовать мир в другом проекте. В 2020-м Netflix выпустил шоу «Вокруг света» с Заком Эфроном, в котором актер путешествует по разным уголкам нашей планеты, чтобы найти новые решения глобальных проблем, связанных с едой, водой и энергией. Эта работа принесла Эфрону награду Эмми как лучшему ведущему дневного шоу, уже ожидается выход второго сезона. Вообще Зак убежденный защитник окружающей среды. Он поддерживает различные благотворительные организации, а однажды отправился на премию Teen Choice Awards в эко-лимузине. А еще он перешел на веганскую диету, правда, скорее ради улучшения своего состояния и внешнего вида. В июне того же года в Сиднее актер познакомился с официанткой Ванессой Володарес. Между ними завязался роман, после чего девушка решила сосредоточиться на модельной карьере, а Зак переехал в Австралию. Влюбленные активно проводили время, путешествовали, катались на лыжах, занимались серфингом и устраивали вечеринки. Но весной 2021-го Зак и Ванесса расстались. По одной из версий, это случилось из-за того, что девушка согласилась сниматься в реалити-шоу «Байрон Бейс». По другой, Эфрон захотел сделать перерыв в личной жизни перед началом напряженного съемочного графика в кино. Сразу пошли слухи о том, что за внимание Зака готова бороться певица Майли Сайрус. Они знакомы уже давно, но начать встречаться раньше им мешало то, что кто-то из них постоянно находился в отношениях. Тем временем во внешности Эфрона заметили изменения. Челюсть, подбородок и губы стали более рельефными. Сам актер это не комментирует, но ранее он уже корректировал форму носа, сделав его более изящным. Зак Эфрон – большой фанат бейсбольной команды San Francisco Giants и футбольного клуба Arsenal. Актер увлекается фотографией, а для снятия стресса практикует медитацию. В ближайших планах актера выпуск триллера о выживании в пустыне «Жажда золота», съемки которого уже закончились, и экранизации романа Стивена Кинга «Воспламеняющее взглядом». Идет подготовка к съемкам ремейка комедии «Трое мужчин и младенец» и военной драмы «Величайший поход за пивом в истории», в которой, по слухам, снимется Эфрон. Также есть информация, что Зак станет ведущим и продюсером нового кулинарного шоу на MTV. Сейчас его состояние оценивается в 25 миллионов долларов. При том, что актер предпочитает молчать о суммах своих гонораров, известно, что рекламные контракты приносят ему немалый доход. Он стал лицом рекламной кампании по туризму в Дубае, снявшись в серии мини-блокбастеров «Дубай представляет». Также Зак в разные годы участвовал в рекламных кампаниях джинсового бренда «Джон Джон Деннин» мужского аромата «Хьюго Босс» и магазина «Амазон Спорт». До недавнего времени Эфрон жил в Лос-Анджелесе в доме, который приобрел в 2013 году за 4 миллиона долларов, а продал за 5,3, что немного ниже первоначально запрашиваемой цены. В трехэтажном особняке площадью 524 квадратных метра есть 4 спальни, несколько ванных комнат, кухня, столовая, огромная игровая комната, гостиная со столом для пинг-понга, тренажерный зал, спа-центр с бассейном и каскадным водопадом. Есть несколько террас по периметру, часть из которых использовалась как обеденная зона и зона отдыха. Кроме того, на территории располагается гостевой дом с еще одной спальней. Переехав в Австралию, актер арендовал особняк с видом на океан в Байрон-бэй с шестью спальнями, пейзажным бассейном с подогревом и шикарной террасой. Еще он купил неподалеку участок за 2 миллиона долларов площадью примерно в 129 гектаров, где планирует построить дом. Оттуда открываются невероятные виды на горы, скалы, долины, ручьи и тропический лес. Ну а пока Зак хвастается в своем инстаграмме домом на колесах, в котором он, по всей видимости, жил во время съемок фильма «Жажда золота». В гараже Эфрона были замечены несколько автомобилей Audi R8, S6 и S5, но особое место занимают оставшиеся Заку от деда Oldsmobile Allero, реконструированный Ford Mustang 1965 года и культовое спорт-купе DeLorean. Поделитесь в комментариях, какой фильм с Заком Эфроном вам нравится больше всего?